всем привет друзья если вы купили квартиру и не знаете что с ней делать вам необходимо обратиться к специалисту который разработает вам планировку и сегодня я вам покажу как это делается на примере вот этой вот самой замечательной квартиры которая находится в жк life варшавская это москва город-герой дорогие друзья и так я буду разрабатывать планировку этой квартиры прямо на ваших глазах и возможно это станет для вас очень полезным материалом поэтому подписывайся на канал ставь лайк жми на колокольчик и погнали смотреть и так разберем наши стартовые позиции ко мне обратилась молодая пара муж жена с двумя детьми одна совсем крошечка ну и второй ребятеночек чуть побольше дошкольного так сказать периода вот для них была приобретена квартира ну и для себя конечно же тоже это три спальни и одно большое общее пространство надо сказать что в этом жилом комплексе квартира уже изначально сделан достаточно неплохо за исключением некоторых моментов которые мне не нравится во первых нету мастер спальни а это очень важно для молодых родителей второе мебель расставлена абы как ну абы как это просто чтобы было а нам так не надо нам надо чтобы было удобно и самое главное красиво а красиво получается именно из правильной расстановки мебели сейчас покажу как это делается кстати друзья прежде чем я вам начну показывать как это делается обратите внимание что заказчики присылают планировку вот в таком даже виде это просто фотография с какой-то там планировки и даже с таким планом я могу работать вот сейчас наглядно вы это и увидите ну что посмотрим что у нас есть на текущей планировке у нас есть прихожая со шкафом который примерно два метра в длину есть консоль с каким-то пуфиком и коридор направо коридор налево значит первая вещь которая меня смутила глядя на эту планировку это вход в детскую прямо напротив но здесь видимо уже ничего не поделать направо идет спальня со своей гардеробной и в зачет застройщику гардеробная большая это очень здорово надо сказать потому что вещей у нас много дорогие друзья здесь же есть ванна расположение в ванной мне не нравится почему потому что но потому что какое-то оно совковое что ли я не знаю какое-то нелепое не знаю маленькая раковина унитаз зажат в углу между ними какой-то странный непонятный предмет видимо это какой-то шкафчик ну и самое главное ванна посмотрите здесь между ванной и стеной сделана какая-то перегородка чтобы видимо сделать какой-то шкаф для хранения я считаю что хранение нужно прятать чтобы шкафы эти не выпирали и не было лишних углов в помещении не только в ванной но и в других тоже поэтому пересмотрим этот вариант в двух детских стоят просто двуспальные кровати но это просто чтобы поставить видимо потом поставим мебель по-другому дальше идем гостевой санузел он есть и это здорово расположение кстати говоря не очень удобно и потому что смотрите стоит унитаз тут же раковина то есть когда мы будем извините садиться на этот прибор мы будем постоянно лбом упираться в край раковины это не очень удобно можно удариться напротив у нас есть душевая кабина какой-то квадратной непонятной формы еще тут видимо стиральная машина которую ни в коем случае нельзя никогда оставить в санузлы и ванной запрещено просто забудьте либо надо как-то их маскировать если вы этого не сделаете то это помещение превращается в помывочно постирочную а не в комнату для релакса к чему мы дизайнеры всегда стремимся дальше гостевая комната больше всего меня конечно удручила потому что здесь стоит обыкновенный угловой кухонный гарнитур который сразу же выдает в кухне гостиной главный предмет вот эту вот кухню она большая и не очень красивая нет конечно вы купите красивую хорошей фирмы и все такое прочее но она же большая просто за счет вот этого угла будет выглядеть громоздко а нам это не надо нам надо облегчить пространство облегчить облегчить визуально облегчить визуально пространство дорогие друзья дальше у нас идешь стол диван место позволяет диван поставить свободно здесь диван прямо прижат к стене когда вы приживая прижимаете диван к стене вы лишаетесь воздуха почему потому что воздух как бы не ходит не обволакивает этот самый диван это вот один из лайфхаков ставьте мебель свободно не прижимайте ее к стенам и к углам тогда ощущение простора у вас появится ну и давайте смотреть что получилось в итоге с этой планировкой в жк life варшавская легким движением руки я сделал домочадцев этой квартире гораздо счастливее потому что слегка поменял сценарий их жизни что я сделал во первых я нашел месте место для мастер спальни а это значит в пространстве родителей есть не только кровать но и гардероб кстати гардероб то был а также появилась душевая ну при желании можно и на ванну поменять своя собственная и все это за одной дверью обратите внимание за одной дверью находятся три помещения и это место уединения для родителей это их личная территория куда дети ну как бы особо не должны ходить и они родители могут там уединиться и заниматься всякими там своими родительскими делами не опасаясь что дети подглянут заглянут ну или знаете когда ванны нету в мастер спальне приходится так сказать в душ бегать через коридора через коридор в душ мы можем бежать не всегда одетыми и может получиться травма у детей знаете психологическое это нехорошо нехорошо поэтому мастер спальня для молодых родителей всегда просто необходимо и я ее здесь нашел и сделал как это получилось я сдвинул две перегородки между салузном и прихожей перегородку я подвинул внутрь прихожей а перегородку между прихожей и ванной я подвинул в сторону ванны и у меня получилось больше гостевой санузел за счет этого мне удалось туда поставить в ванну это кстати ванна очень интересная фирмы авокадо по моему чешская фирма ну на экран выведем посмотрите у нее же идет раковина называется фирма rawak кто не знает опять же ссылочку покажу и посмотрите огромное место под хозяйственный шкаф который поместилась стиральная машина над ней сверху сушильная машина еще им нужен был водонагревательный бак и большое место для хранения уборочного инвентаря химии корзины для битья для белья гладилка сам утюг ну и так далее вот это все помещается вот в этот вот хозблок и все это скрыто за единой стеной из дверей которые не видно там прямо даже ручек можно не делать то есть скрытые двери все аккуратно красиво незаметно и удобно потому что этого много а второй плюс который я получил за счет того что сдвинул две перегородки хотя казалось бы чё там подумаешь сдвинул две перегородки а вот не подумаешь сценарий жизни поменялся в лучшую сторону с той стороны где был шкаф я поставил пуф и небольшой столик а шкаф переместил на другую сторону и о чудо шкаф поместился гораздо большего размера сейчас он почти три метра в длину дорогие друзья три а почему потому что здесь нету никакого уступа как с другой стороны прихожей вот видите вот этот уступ мешал поставить длинный шкаф а сейчас этот длинный шкаф в лес воля всего-то две перегородки в ванны для родителей получилось поменьше но я думаю что им и не нужна гигантская в таких-то условиях зато влезла большая душевая кабина унитаз и большая раковина это по-настоящему большая раковина она метр 10 шириной и все это навешивается на такой специальный шкаф внутри которого снизу идут и спрятаны все коммуникации включая инсталляцию для унитаза а сверху дверцы открываются и там много-много-много хранения получается такой узкий шкаф примерно 20 сантиметров глубиной но согласитесь что все баночки у нас небольшие в ванной баночки скляночки фены плойки но и так далее все это помещается в шкаф не глубокий и вот такой вот огромный длинный шкаф позволяет спрятать абсолютно все что у вас есть в ванной и оставить ее чистой красивой такой минималистичной если хотите еще одна из фишек здесь стеклянная стена со стеклянной дверью то есть это что нам дает это нам дает проникновение солнечного света но пускай может быть не так ярко будет потому что все-таки в отдалении от окна но все равно дневной свет попадает а это всегда радостно это всегда настроение это всегда здорово если кого-то пугает стеклянная стена то можно всегда повесить шторку и этой шторка изнутри просто зашториваться ну например пошли вы в туалет раз закрылись и все никто никого не видит а если вы обладаете средствами и желаниями то эту стеклянную стену можно сделать из смарт стекла нажал на кнопку и стекло стало матовым нажал на кнопку и она стала прозрачным это всегда вау эффект дальше я увеличил гардеробную посмотрите я сделал шкаф гораздо длиннее чем он был изначально здесь предполагается что будут висеть вещи на плечиках а шкаф напротив он узкий это шкаф специально для вещей которые складываются и на полочку для такого способа хранения не нужен глубокий шкаф он неудобен для вещей которые складываются нужен не глубокий шкаф вот пожалуйста он здесь есть дальше за шкафом есть рабочее место это было одно из пожеланий заказчиков чтобы организовать рабочий стол правда они хотели его сделать вдоль окна я говорю ребята не надо вдоль окна потому что во-первых непонятно как шторы вешать стол же столешница вдоль всей стены будет то есть шторы уже не повесим получается нужно будет придумывать что-то с рулонными шторами или с римской шторой но это еще пол беды мы же заслоняем батарею а батарея должна нормально функционировать то есть конвекция должна работать это значит какая-то щель в эту щель может все постоянно падать дальше если это рабочий стол с компьютером будет стоять монитор монитор будет перекрывать часть окна опять некрасиво то есть какое-то черное пятно на фоне окна как-то не очень красиво дорогие друзья поэтому я говорю друзья давайте сюда поставим стол сделаем какую-то декоративную перегородку и и все во первых мы сразу же зонируем пространство у нас есть вот одна часть это гардеробная ванная и рабочая зона а другая это спальная половинка вот этого пространства то есть там у нас ты открывать две тумбочки и все больше ничего нет чистое свободное пространство по моему очень хорошо получилось и окно можно оформить красиво и подойти к нему можно и в окно посмотреть вот в общем главное есть мастер спальня я молодец дальше разберем детские комнаты первая комната это комната для малышки но я сразу же туда ставлю большую кровать потому что ну как обычно с детьми бывает сначала они спят совсем в маленькой кроватке которая скорее всего будет стоять в спальне рядом с кроватью а потом он сразу переезжает в свою комнату уже на нормальную кровать поэтому кровать нормальная рядом с кроватью стоит шкаф он метровый это шкаф для одежды а также этот шкаф можно продлить как бы над кроватью делая такую антресоль в единую композицию это все завязать а кровать получается уходит в нишу а эту нишу можно оформить какой-то мягкой обивкой из ткани что-то пофантазировать и придумать на вроде такого знаете гнездышко или норки такой это всегда нравится детям им хочется куда-то забиться построить какие-то домики а тут он уже готов пожалуйста в общем друзья берите на вооружение хорошее решение еще есть одна причина почему кровать и шкаф вдали от окна потому что зону около окна желательно оставлять всегда свободной чтобы там все движения игры в общем все активности проходили там там где светло когда мы спим нам же не нужен свет правильно поэтому место для сна подальше от окна то есть это не активная зона а есть активная зона ее поближе к окну и вот там стоит столик небольшой со стульчиками пожалуйста лепим рисуем занимаемся он около окна тут же сундук с игрушками ну может быть не сундук может быть какой-то другой предмет стеллаж для книг но они не очень большие места не загромождают поэтому вот эта вся зона остается для игр точно такой же принцип применен в другой комнате она поделена как бы на две части одна для активности ближе к окну другая для пассивности ближе к входной двери то есть подальше от окна в общем принцип вы поняли я думаю ну и теперь переходим к главному помещению это кухня гостиная во первых я его разделил на две части обратите внимание в первой части это кухня и стол кухня не просто кухня угловая кухня здесь остается вдоль всей стены а плюс к этой кухне к рабочей поверхности добавляется остров вот он здесь этот остров шириной метр двадцать это вполне достаточно для того чтобы комфортно расположиться и что-то на нем делать или сервировать его когда пришли гости мы туда расставляем тарелки какие-то блюда оттуда берем и передаем на основной стол что такое метр двадцать шириной остров это значит мы два полноценных места для хранения организовываем это могут быть ящики выдвижные это могут быть открывающиеся дверки с одной стороны и с другой стороны тоже то есть это добавление к местам хранения еще площади также за острова можно совместно всей семьей готовить встали вокруг стола и раскатывайте пиццу понимаете это же круто это же семейная скрепа понимаете а когда вы вдоль кухни вот или на угловой кухне стоите все мешаются только под рукой вот тут помешался тут помешался хочется всех выгнать и самим готовить но просто вспомните как вы это делаете короче остров это всегда круто рядом стол он может быть прямоугольным как здесь я нарисовал а может быть отдельно стоящим например круглым вот таким образом это тоже можно организовать следующая зона это диванная обратите внимание как у меня стоит диван никак рисует застройщик там большой угловой диван зажали в стену и напротив окна нет я его располагаю по-другому я его ставлю просто отдельно стоящий прямой к стене не прислоняю то есть воздух ходит как бы вокруг дивана напротив него два кресла между кресел маленький столик это всегда удобно когда я сижу в кресле мне хочется положить книгу телефон или поставить чашечку чая а если этого столика нет то куда ставить здесь это есть и это очень удобно столик посередине может быть использован для игр для декора букет с цветами ну и так далее еще в этом помещении есть очень интересная вещь это зеркало которое прекрасно разместилась вот в этом простенки между окон огромное зеркало во весь рост дело в том что девушка в этой квартире которая будет жить она стилист и очень важно эта часть ее работы показывать различную одежду разные сочетания как они на ней смотрятся вообще как вся вот эта вот одежда может выглядеть а для этого ей нужно большое зеркало а для этого ей еще нужно большое красивое пространство так называемая инстаграмная понимаете чтобы где можно было фотографироваться и все это красиво выглядело ну посмотрите это же какая красота то здесь прямо основа для будущего дизайна кресла можно вот эти два очень легко сдвинуть в сторону и у нас получается большая площадка для фотосессии ну не здорово ли по моему прекрасно вот как это может выглядеть это вот пример того как легкое кресло легкий диван выглядят в большом пространстве смотрите сколько воздуха такое ощущение что эта комната огромна вот про это я и говорю то есть нужно создавать вот это ощущение простора и закладывается это все друзья мои на планировки поэтому кто хочет классную планировку продуманную пишите в комментариях и обращайтесь с удовольствием сделаю для вас недорого ну и в завершении мне хочется поговорить что как когда мы расставляем мебель это не просто раскидать какие-то квадратики кружочки по планировке но по планчику нужно всегда думать как это отразится на дизайне как сделать так чтобы в будущем у вас царила гармония я всегда говорю о том что ребята пробуйте соблюдать симметрию обратите внимание здесь есть оси на которые мебель как бы нанизывается это и есть та самая симметрия и те сами самые оси которые помогают вам в планировке во первых изначально расставить мебель а во вторых расположить светильники но они сами собой здесь напрашиваются в те места которые я обозначил и еще здесь есть вот эти точки красные и желтые я называю это фокусными точками в интерьере всегда должно быть что-то главное что-то второстепенное и фон вот это как основа для дизайна уже может быть использована несмотря на то какой стиль вы хотите применить в интерьере здесь это уже есть это продумано и это всегда вам даст в будущем красивый гармоничный дизайн друзья на этом все пишите в комментариях что вы думаете по поводу этой планировки обратите внимание я всего лишь навсего сдвинул две перегородочки и все и расставила немножечко по другому мебель но насколько поменялся сценарий жизни если вы вдумаетесь и попробуйте прожить первый вариант а потом от застройщика а потом второй вариант от меня вы поймете насколько это меняет качество вашей жизни особенно обратите внимание на мастер спанию подписывайтесь на канал жмите на колокольчик ставьте лайк там ну и в общем все что необходимо делайте обязательно подпишись ну и обращайтесь за планировками всем пока да пребудет с вами муза а